Более 40 человек погибли, более 70 пострадали в результате пошара в больнице в Южной Корее. Президент страны созвал экстренное освещение. Гаитяне страдают от нехватки чистой воды. У них также нет оборудованных туалетов и душевых кабин. Люди призывают правительство и международные организации решить их проблемы. В Давосе продолжается Всемирный экономический форум. Третий день встреч ознаменовался обращениями президента Аргентины и короля Иордании, а также прибытием президента США Дональда Трампа. На севере Италии сошел с рельса в пассажирский поезд. Есть жертвы и пострадавшие. Причину крушения выясняют. Смертоносный пожар в Южной Корее. В результате возгорания в больнице города Мирян, примерно в 300 километрах юго-восточнее Сеула, не менее 41 человека погибли, около 70 пострадали. Чтобы справиться с огнём, пожарным потребовалось несколько часов. «Пожар начался сегодня в 7.30 утра в отделении скорой помощи на первом этаже госпиталя Се Джон. Мы сдержали огонь на ранней стадии, чтобы он не смог распространяться на второй, третий, четвёртый и пятый этажи». Прибыв на место, пожарные эвакуировали около 200 человек из главного здания больницы и из смежного с ним дома престарелых. Президент страны Мунжиин созвал экстренное совещание. «Президент распорядился сделать всё возможное, чтобы предотвратить дальнейший ущерб и оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим, чтобы никто больше не умер». Напомним, около месяца назад Южную Корею также потряс смертоносный пожар. Он разгорелся в восьмиэтажном здании развлекательного центра в городе Чичхон. Тогда погибло 29 человек. В трущобах гайтянской столицы Порто-Пренс каждый день продают чистую воду. Но купить её могут не все. Те, кому нечем платить, пьют нефильтрованную воду. Раньше в районе Дальмас работала система, которая обеспечивала водой 300 местных семей. Был и общественный туалет. Но два года назад резервуар для воды испортился. Туалет теперь тоже не работает. «Нам нужна вода. Как без неё? Этот резервуар сломан. А вода – это здоровье, вода – это жизнь. 20-литровая канистра воды стоит 16 центов. Не у всех есть такие деньги. Когда эта система работала, у нас была вода». Жители Дальмаса призывают правительство и международные гуманитарные организации помочь им. «Мы хотим, чтобы у нас была питьевая вода. Хотим, сделали резервуар для воды. Мы могли пить воду, потому что вода – это жизнь. Без воды жить нельзя. Надо, чтобы власти построили ванную комнату. У нас её нет». Правда, на правительство надеются не все. «Я жду, когда международное сообщество и некоммерческие организации помогут нам. Только они могут что-то для нас сделать». Гаити – одна из беднейших стран мира. Она постоянно страдает от голода и стихийных бедствий. Так, во время разрушительного землетрясения в 2010 году на Гаити погибли более 220 тысяч человек. Вскоре в стране началась эпидемия холеры. Она распространилась из-за антисанитарных условий в палаточных лагерях. Холерой заразились полумиллиона человек. При этом, по данным ВОЗ, у менее половины сельских жителей Гаити есть доступ к чистой воде. И только у четверти всех гаитян есть возможность пользоваться нормальным туалетом. В Давосе проходит Всемирный экономический форум. Более трёх тысяч участников, включая около 70 глав государств и правительств и 45 директоров международных организаций, обсуждают вопросы глобальной экономики. В четверг специальное обращение сделали президент Аргентины Маурисио Макри и король Иордании Абдалла имн Хусейн. По словам Макри, мировые лидеры обязаны помочь своим гражданам адаптироваться к изменениям, которые приносит глобализация. «Глобализация – это реальность. Мы не можем её остановить. Наши дети раньше знали, что такое глобализация. Нет. Но они общаются со всем миром, путешествуют по просторам интернета, зная всё, что происходит в мире. Интернет-торговля ещё больше расширяет глобализацию». Макри также отметил, что «Большая двадцатка», в которой в 2018 году председательствует Аргентина, доказала, что это диалог стран, нацеленный на инклюзивный рост. На форуме также говорили об изменении климата и о том, как образование может изменить жизнь людей. Тем временем, среди главных событий – прибытие Дональда Трампа. Он стал первым американским президентом со времён Билла Клинтона, который посетил форум в Давосе. Трамп привёз свою программу под названием «Америка в первую очередь». В её рамках он посетил ужин с влиятельными владельцами европейских корпораций. Он призвал их инвестировать в США, ссылаясь на недавнюю крупную налоговую реформу, которую провело его правительство. «Это честь – быть здесь и представлять Соединённые Штаты. Я просто хочу сказать, что к нашей стране проявляют теплоту и уважение, а также вкладывают в неё много денег. Миллиарды и миллиарды долларов вливаются в США. И люди очень рады тому, что мы сделали. Я имею в виду не только урезание налогов и сокращение ограничений, а также хорошее управление». В рамках форума американский президент также дал интервью телеканалу CNBC. В нём он сказал, что США могут вернуться в Транстихоокеанское партнёрство, если смогут добиться для себя более выгодного договора. «У нас было ужасное соглашение. ТТП – это просто кошмар. Нафта тоже ужасное соглашение. Мы ведём по нему повторные переговоры. Мы можем выйти из нафта, можем и не выйти. Посмотрим». ТТП – зона свободной торговли между странами Азиатско-Тихоокеанского региона. После своего избрания Дональд Трамп отказался участвовать в переговорах о её создании. Между тем, нафта – это давно существующая зона свободной торговли между США, Мексикой и Канадой. Вашингтон хочет изменения соглашения по причине огромного торгового дефицита США. Это уже 48-й Всемирный экономический форум, который проходит в этом небольшом альпийском городке с населением всего 4500 человек. В этот раз тема мероприятия – создание будущего в разрозненном мире. Три человека погибли, не менее 13-ти серьёзно пострадали при крушении поезда на севере Италии. Пассажирский состав сошёл с рельсов. Это произошло рано утром в четверг в 12 километрах от Милана рядом со станцией Пиалтелло. Железнодорожная ветка соединяет Милан с городом Кремона. «Мы со станции видели, как разлетались искры и куски металла, и как все бежали». В поезде регионального сообщения ехало около 250 человек. По данным компании-оператора, состав приближался к платформе с нормальной скоростью. «Это не было столкновением между поездами. Поезд сам сошёл с рельсов. И произойти такое могло по двум причинам. Либо что-то было с путями, либо с поездом. Вот это и нужно выяснить в первую очередь». При этом на линии обнаружили некоторые повреждения. Но было это причиной или же следствием аварии, пока не ясно. «Мы видели некоторое проседание, примерно в полутора километрах отсюда». Ведётся следствие. Полиция допрашивает машиниста. Первые свидетельства также указывают на то, что была проблема с рельсами, либо же с переводом стрелок. Движение поездов между Миланом и городом Брешия приостановлено. Во французской Ницце тестируют новое телефонное приложение, которое позволит сообщать в полицию о правонарушении буквально за несколько секунд. «Как только приложение загружено, пользователь получает секретный код, который позволит связаться с центром наблюдения одним кликом. После нажатия на кнопку начинается установка местоположения звонящего. Включается его камера на телефоне, и оператор сразу увидит, что происходит на месте». Приложение называется «Репорти». Его тестируют 2000 волонтёров. «Цель приложения – помочь нам отреагировать на все звонки, которые поступают в центр наблюдения. Их около 75 тысяч в год. Трудность в том, что сложно определить местоположение звонящих и направить туда команду». Ницца притягивает мировых знаменитостей магнатов и богатых пенсионеров. Здесь больше камер слежения, чем в любом другом городе Франции. «Думаю, в этом нет ничего плохого. В целом, идея хорошая. Если можно напрямую связаться с полицией, то это неплохо». «Это отлично. Лично я думаю, что это очень хорошо. Это обеспечивает безопасности нам и нашим детям. Не думаю, что в этом есть что-то неправильное». Подобные приложения в Ницце особенно актуальны. Город ещё не оправился после смертоносного нападения в 2016 году. Тогда на день взятия Бастилии радикальный исламист насмерть задавил на грузовике более 80 человек, которые гуляли по набережной. На зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане из России поедут 169 спортсменов. Заявку российской команды утвердили в четверг. Об этом сообщил вице-президент Олимпийского комитета Станислав Позняков. «В настоящий момент совместно с национальными федерациями по зимним видам спорта, совместно с международными федерациями была окончательно утверждена спортивная заявка олимпийских атлетов из России для участия в Пхёнчхане. Эта заявка включает 169 спортсменов. И, к сожалению, наших ведущих спортсмены не вошли в эту заявку». МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России на период зимних игр 2018. Участвовать в них смогут только те атлеты, которых не заподозрили в употреблении допинга. Изначально на Олимпиаду могли поехать 500 российских спортсменов. Но начиная с прошлой недели, МОК дважды сокращал этот список. В числе прочих к Олимпиаде не допустили биатлониста Антона Шипулина, шорт-трекиста Виктора Ана, лыжника Сергея Устюгова и фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина. Несколько десятков российских спортсменов подали заявление в спортивный арбитражный суд в Лозане. Решения по ним должны вынести до конца месяца. «В любом случае, ещё раз, будем биться до последнего за каждого нашего спортсмена. Очень надеемся на справедливое решение конституционного арбитражного спортивного суда». Между тем, Россия планирует организовать альтернативные соревнования для спортсменов, отстранённых от Олимпиады. Пригласят и зарубежных атлетов. Зимние игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены выступят под нейтральным олимпийским флагом, как олимпийские атлеты из России. На окраине Стокгольма можно увидеть будущее общественного транспорта. Автопилот – это первый проект оператора Набина. Беспилотный автобус официально выехал на улицы столицы Швеции 24 января. Компания говорит, что он первый в своём роде в Скандинавии. В течение полугода шестиколёсный мини-автобус будет перевозить пассажиров по полуторакилометровому маршруту. «Это чтобы перевозить пассажиров, а не одного человека в машине. Улучшить состояние окружающей среды можно, если путешествовать вместе. Это поможет путешествовать удобнее – от двери, от остановки автобуса к офису, от остановки автобуса к дому». В проекте участвуют несколько заинтересованных компаний, включая телекоммуникационного оператора Ericsson, железнодорожного оператора SJ и риэлторскую компанию Cloverne. Для ориентации в пространстве автобус использует лидары. «Лидары помогают нам видеть окружающую среду, а также дома. Если человек выскочит перед автобусом, то машина это увидит, замедлит ход или полностью остановится». Вместо водителя в автобусе находится сотрудник, который следит за машиной и закрывает двери, когда пассажиры зашли. Места хватит для 11 человек, шесть из которых смогут сидеть. Во время испытательного срока компания надеется собрать отзывы пассажиров и в будущем разработать действительно удобный автономный транспорт. «Я думал, там будет трясти. Ожидал толчка при старте. Но он ехал очень плавно. Я впечатлён». «Компьютеры делают меньше ошибок, чем люди. Мы могли бы использовать больше роботов на дорогах и меньше людей. Думаю, количество ДТП со смертельным исходом и количество ДТП в целом сократилось бы». Пока не ясно, как будет работать система, но наверняка понятно, что для тех, кто спешит, такой транспорт точно не подойдёт. Его максимальная скорость – 20 км в час. Сотни боливийцев вновь спешат на ярмарку желаний «Аласитас» в Ла-Пасе. Здесь их ждут миниатюрные дома, автомобили, денежные купюры и даже дипломы. «Стоит лишь купить крошечную копию своей мечты, и она обязательно воплотится в реальность. По крайней мере, боливийцы в это верят». «Я точно верю. Обычно каждый год я прихожу за покупками на то же место, что и раньше. В прошлом году у меня всё получилось. Я дождалась награды. Успех сопутствовал во всём – в любви, работе, деньгах и бизнесе. Поэтому моя вера сильна. Очень важно приходить сюда с крепкой верой, тогда мечты сбудутся». Когда заветная миниатюра куплена, её нужно прикрепить к шерстяному пончо божества Экека. Индейцы Аймара считают его богом изобилия, плодородия и счастья. Фигурки Экека тоже продают на ярмарке желаний. Традиционные ритуалы некоторые продавцы проводят прямо здесь. «У тех, кто верит, мечты сбываются. Что бы они не купили, пусть даже машину, всё станет реальностью. Но нужно верить». Праздник Алласитас зародился у народов плато Альтиплана в Андах много веков назад. Традиция распространилась по всей стране вместе с переселением индейцев. Раньше миниатюрные копии желаний нужно было получить в подарок, поскольку считалось, нельзя мечты купить. Фестиваль Алласитас длится три недели. С каждым годом он становится всё популярнее и привлекает не только боливийцев, но и туристов из разных стран. Так называемые фейковые новости – изобретение не новое. Их используют давно. В Брюсселе открылась выставка, на которой посетителям предлагают провести параллель с нацистской Германией. Называется «Экспозиция. Государство лжи. Сила нацистской пропаганды». Проходит в залах Европарламента. Её организаторы пытаются проследить, как Адольф Гитлер, используя пропаганду и СМИ, смог прийти к власти. «Цель – показать, как работает пропаганда, и как экстремистская партия нацистов с её радикальной программой смогла добиться поддержки миллионов человек». Куратор Стивен Лакерт привёз выставку в ЕС из музея Холокоста в Вашингтоне. Говорит, что тактики, которые используют популистские политические силы в наши дни, очень напоминают приёмы нацистов. «Нужно не только посмотреть в прошлое, но и в настоящее, поскольку многие используют тактики нацистов в 20-х, 30-х и 40-х годах, особенно крайне правые партии». По фотографиям, старым газетам, слоганам и другим материалам можно увидеть, как всего за 8 лет нацистская партия смогла увеличить своё присутствие в немецком парламенте с 6,5 до более 33%. Выставка показывает, как в своих разных кампаниях нацисты нацеливались на женщин, фермеров и уязвимые классы населения. Формировать общественное мнение помогал даже язык тела самого Гитлера. «Главная проблема в том, как создать одинаково интересную и эмоционально сильную контрпропаганду? Какое придумать послание, чтобы противостоять пропаганде?» Организаторы выставки надеются, что посетители будут относиться к любой информации более критически. «Эта ушастая жительница Нью-Йорка ещё совсем маленькая, но уже имеет возможность сходить в кафе, захватив с собой хозяев. В мегаполисе открылось первое заведение питания, куда можно прийти с собакой». «Это её первая зима. Она ещё только привыкает к холоду, поэтому здорово, что есть место, где можно поесть вместе с ней. Нам нравится». «Это значит, что мы можем брать её с собой из дома». Кафе Борис энд Хортон работает на Манхэттене. Открыли его отец и дочь. «Мы с папой обожаем собак и кофе. Поэтому хотелось, чтобы нью-йоркцам больше не пришлось привязывать своих псов у входа, когда они хотят выпить кофе, или же вообще оставлять их дома. Сидеть на тротуаре для собак опасно и не очень весело». По закону, продавать еду там, где находятся собаки, нельзя. При этом есть рядом с собаками никто не запрещал. Так, в заведении есть три зоны. В первой можно заказать еду и напитки. Во второй можно находиться с собаками, и с первой её связывает окно. А третья зона – обычная, куда с собаками нельзя. «Вы весь день работаете, потом возвращаетесь домой и идёте выгуливать собаку. Потом вечерком вам хочется куда-то сходить. И теперь это можно сделать прямо с собакой». «Я люблю писать, но не люблю сидеть дома. При этом хочу быть с собакой. Поэтому кафе, где можно поработать или позаниматься другим любимым делом, но при этом вместе с лохматым лучшим другом – это просто замечательно». Это кафе нельзя назвать тем самым собачьим, какие есть в других странах. «Собачий кафе есть, к примеру, в Японии. Там другие правила. Там можно сесть на пол с чашкой кофе, и вокруг будут собаки из приютов. В наше кафе больше места, куда можно приходить со своими собаками. Но мы также очень поддерживаем приюты и собираемся вместе с ними проводить много мероприятий по выходным. Так что если у вас ещё нет пушистого друга, тоже приходите». Полупитбуль Мэри – та самая собака из приюта, которая надеется встретить здесь хозяина. Таких псов приводят волонтёры, и узнать их можно по нашейному платку с надписью «Возьми меня к себе». «Она из приюта в Бруклине. Очень милая, любит, когда её гладят, любит посидеть на коленках, а ещё ходить в Борисон Хортон». И, конечно же, в этом кафе есть отдельное меню для собак. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok